Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на самом горячем из ледовых шоу. Ледниковый период! Кубок профессионалов! И с вами его ведущие Анастасия Заворотнюк. И Петр Чернышов. Напоминаю, что мы по-прежнему ведем соревнования по новой олимпийской схеме. В этом году впервые будут разыграны пять комплектов наград. К индивидуальным соревнованиям среди мужчин и среди женщин, к соревнованиям в парном катании и танцам на льду добавляются командные соревнования. И у нас сейчас как раз командный зачет. Произвольная программа. Борьбу за звание сильнейших ведут две команды. Сборная России и сборная мира. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Этот этап вместе с вами буду смотреть и я, Владимир Гомельский. А мы напоминаем вам этой итоговой таблице, что после короткой программы сборная России с небольшим отрывом выигрывает у сборной мира. Отрыв меньше баллов. Прежде чем дать старт нашим соревнованиям, мы должны объявить состав жюри. Наша программа имеет подзаголовок «Кубок профессионалов». И его верность подтверждают высокопрофессиональные арбитры. Они не просто профессионалы. Они мастера высочайшего класса. Их имена с золотыми буквами вписаны в историю фигурного катания. Встречайте, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный деятель искусств России Елена Анатольевна Чайковская. Мастер спорта международного класса, тренер Игорь Шпиман. Трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, Виктор Петренко Чемпион мира и Олимпийских игр Заслуженный мастер спорта СССР Заслуженный тренер России Олег Васильев Заслуженный тренер СССР Мастер спорта международного класса Заслуженный тренер России Заслуженный деятель искусств России Татьяна Анатольевна Тарасова Мы привыкли к тому, что фигурное катание Спорт для молодых После 30 лет спортсмен считается у нас ветераном Ведь это совсем не так Конечно не так, Петя Но какой же ты у меня ветеран? Ты боец! Но не про меня речь Наши следующие участники в своем мастерстве яркости катания Могут дать фору молодым Сейчас мы в этом убедимся Встречайте! Призеры чемпионатов среди профессионалов в парном катании Фиона Залдуа и Дмитрий Суханов Великобритания, сборная мира Фиона, Дима Фиона, Дима Буквально одна секунда Знаю, что вы все еще нервничаете Закончился первый тур Сейчас вторая программа Что вы об этом думаете? Мои мысли о программе? У нас довольно темный номер Духовный У нас борьба добрых и злых духов И добрые духи борются с плохими Я думаю, вам сейчас нужен добрый дух Чтобы победить российскую команду Это большая программа Так что у нас будет кое-что совсем другое Хорошо, расскажите Насколько вы воодушевлены? Как вы относитесь к тому, что сейчас будете соревноваться с лидерами российскими? Для меня это привилегия Это великолепные совершенно спортсмены Я очень рада Да, очень особенные Как думаете, есть ли у них какие-то слабости? Которые вы можете использовать Да, да, да Не нужно быть слишком серьезным Хорошо Мы хотим просто наслаждаться происходящим Ну, удачи вам И я знаю, что все у вас получится Удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Удивительная и изобретательная в поддержках пара Я сидел и считал Вот если тот элемент, когда Дмитрий держал Феону за ногу И вращался вокруг своей оси И это считать поддержкой, то будет 8 штук Вот это очень эффектно Очень эффектно было в виде буквы Т Вот этот элемент Поддержка или не поддержка? Я не знаю Но получилось здорово Хотя, конечно, прыжков и дорожек шагов явно не хватает в этом выступлении Ну что ж, посмотрим, как это оценит наше жюри Феона Залду, Дмитрий Суханов Что если брать их профессию, это такой набор потрясающих элементов Был один вообще суперэлемент Это провоз партнерши И на одной руке А потом раскрутка ее На двух руках, а потом отпускает руку Вот этот, я думаю, вот сейчас если Сделает этот элемент За технику поставлю 6-0 Он оторвал Ты оторвал руку Но очень коротко, правильно? Не себе, слава богу Ты ее разгонял, разгонял, разгонял Разгонял, разгонял И ты не чувствовал этого равновесия Когда И я тебе за это очень благодарна Потому что ты не отпустил ее Ну это Это очень Это очень сложно Честно А над художественной стороной Я считаю, что надо работать Чтобы форма была Наравне с содержанием Потому что содержание этих элементов Очень серьезное Игорь Все посмотрели вот этот Так называемый хэтбэнгер Мы часто довольно-таки видим Но каждый раз Каждый раз Не перестаешь удивляться Каким образом партнерша Выдерживает это Миллиметр ото льда Головой Со всего маху Да, я думаю Все Все затаили дыхание И каждый раз Когда я вижу этот элемент Каждый раз Каждый раз Не дышу Нет Элементы потрясающие Поддержки отличные Мне тоже очень понравилась Поддержка Второй шпагат Их было три То есть для меня Немножко многовато Как бы в самом начале программы Они все три Немножко в чем-то похожи Шпагат использован На всех трех Но вторая поддержка Была действительно Очень интересная Потрясающее катание Потрясающие трюки Спасибо огромное Спасибо большое Игорь Елена Анатольевна Ваше мнение По поводу увиденного Блестящие совершенно Профессионалы Великолепные Верхние поддержки Думаю Что лучшие Вот здесь У нас На соревнованиях Что мне не хватило Опять же Не хватило Вращений Не хватило Нашего текста Фигурного катания Не хватило прыжков Но Я поставила 5.9 Вторую оценку За то что это было Истинно Праздничное катание Это был праздник Они сами Отдавались Этому катанию Они попадали Изумительно В музыку И максимально Вот шли Просто на разрыв Делая все элементы И праздник получился Спасибо Действительно Мы все вам страшно Благодарны За тот праздник Который вы подарили Но тем не менее Замечания Как вы считаете Успеете вы их учесть К индивидуальным соревнованиям Фиона Как ты думаешь Да Я думаю Что это очень здорово Что дают замечания Я знаю Что я не идеальна И для меня Это большая привилегия Что эти замечательные люди Эти судьи Которых я очень уважаю Дают мне замечания Спасибо большое Спасибо большое То есть Все-таки будете пытаться Конечно Мы работаем Очень много Много лет И я Поверьте мне Я учу мою жену Русскому фигурному катанию Уже много-много лет И я думаю Что Что-то Они в этом не увидели Еще Потому что Я считаю Что я все-таки Ученик русской школы Фигурного катания Ребята Большое спасибо Я желаю вам Учесть все-все Сказанное здесь И Блистательно выступить В индивидуальных соревнованиях Спасибо Какое у тебя Красивое имя Фиона Просто мультик какой-то Такая красавица В парном катании Перед спортсменами Стоит задача Продемонстрировать Владение элементами Так Чтобы создавалось Впечатление Единства действия Наши следующие Участники Такие задачки Щелкают Как орехи Они думают Одинаково На вопросы Отвечают Одними и теми же словами И вообще Давно уже стали Одним целым Не мудрено, Настенька Ведь фигурное катание Для них Это вся жизнь На льду Двукратные чемпионы Европы Чемпионы мира В парном катании Мария Петрова И Алексей Тихонов Сборная России Ребята Маша Привет Леша Последние наставления Которые вам Илюша дал Перед тем Как сейчас пойдете На старт Набраться Набраться эмоций Даже не сил А эмоций Чтоб это было Все красиво Потому что номер Воздушный Красивый И чтоб это было С душой Красивый Номер про любовь Про нее Еще так было Это неудивительно Глядя на вас Скажите пожалуйста Вот командное соревнование Вы о чем-то думали Советовались с членами команды На что сделать основную ставку В раздевалке Обсуждали? Не обсуждали Потому что мне кажется Каждый из нас знает Что нужно делать И делать это максимально хорошо Но мы Конечно же поддерживаем друг друга И болеем очень сильно друг за друга Спасибо ребята вам огромное Удачи Я уверен что ребята Держат за вас кулаки тоже Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я согласен субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я тут Петя с удивлением узнала, что в фигурном катании есть неквалифицированное соревнование для бывших спортсменов и людей, которые освоили коньки в зрелом возрасте Но ничего удивительного, Настя, фигурное катание настолько популярный вид спорта, что ему увлекаются все от мала до велика И каждому хочется испытать свои силы перед жюри и перед публикой Что ж говорить о профессиональных спортсменах, для которых фигурное катание стало любимой работой и которые всегда готовы показать свое мастерство, как, например, наша следующая пара На льду чемпионы мира среди профессионалов в парном катании Елена Леонова и Андрей Хвалько США. Сборная мира Ребята, ну, в первую очередь хочу сказать, что вы покорили, наверное, своего зрителя и фаната своим прошлым выступлением Какие-нибудь новшества на эту программу рассчитаны? Будут новые поддержки Будут новые раскрутки Новые трюки Новые трюки То есть ничего того, что вы увидели в предыдущей программе, вы уже не увидите Надо было смотреть предыдущую программу, да? Правильно Скажите, пожалуйста, вот вы представляете страну Соединенные Штаты Америки, ну и команду, естественно, мира Ощущается нехватка поддержки болельщиков именно той страны? Да я думаю, как раз с поддержкой это все в порядке, здесь народ такой горячий сидит А, конечно, хотелось бы увидеть соотечественников на трибунах, услышать английский язык, крики на английском Ну, удачи, ребята Вот вам поддержка на английском языке Я уверен, что российские фанаты будут любить вас не меньше Удачи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое, Леонид Анатольевна. Игорь, концовка номера, скажи, пожалуйста, плюс или минус? Безусловно, плюс. Мне кажется, очень это сработало, то, что программа началась тихо, спокойно, и потом, когда музыка, сила музыки увеличивалась, увеличивалась скорость, элементы больше становились. Потрясающее впечатление. Еще мне очень понравилось, я хочу сказать, я видел много, много раз спортсмены обращались к этой музыке, я видел постановки, но мне очень понравилась вот идея, Саша, с платком, вот это как судьба, к которой постоянно возвращаешься, то, что для меня было, от которой не уйдешь. И здорово очень. И на большой скорости катаемся, и все наши элементы, они лучше просматриваются на большой площадке. И здесь, естественно, особенно вот на выбросе, потому что мы стараемся все-таки делать в полную силу, прямо на выезде приходится тормозить, иначе сразу влетаешь в борт. Вот, поэтому, вот, но постараемся, может быть, в следующей программе немножко поразложить, потому что мы уж как пытались раскладывать, все равно вот у нас получается нехватка места. Скажите, пожалуйста, с каким настроением пойдете уже в индивидуальные соревнования? Настроение, как всегда, хорошее, боевое. Будем бороться, биться. Ты знаешь, Настя, что фигурное катание привез в Россию Петр Первый, и он же открыл первый в России общественный каток в Петербургском Юсуповском саду. Зато теперь, Петя, общественные катки есть практически во всех крупных городах нашей страны, а одаренных детей родители могут отвезти в специализированные школы. Именно так с ранних лет начинали свой путь к медалям участники наших соревнований. Я думаю, они совсем не жалеют, что провели детство на тренировках. Встречайте, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в парном катании. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Сборная России. Волнуетесь сейчас после великолепного выступления в первой программе или нет уже? Вроде бы второй день. Так, напряжение должно спать, но спать, но... Как-то вот подходишь к катку и начинаешь, конечно, адреналин идет, да. Все равно, как бы ты себя не настраивал, понимаешь, что это соревнование. Хорошо. Танюша, скажи, пожалуйста, ну ты, наверное, более надежный элемент в паре. Ты волнуешься меньше, судя по выражению лица. Провокатор. Хорошо, тогда... Я очень волнуюсь, потому что все равно уже мы не роботы, мы живые люди и как-то чувство самосохранения должно существовать, присутствовать. Только живые люди выдают такие эмоции, как вы выдали в прошлой программе. Конечно, это понятно. Скажите, пожалуйста, в прошлой программе вы использовали большой реквизит в этой программе. Маленький. Маленький. Но реквизит. Все, я понял, я больше вас не терроризирую. Удачи, гуд лак, все фанаты с вами. Удачи, гуд лак, все фанаты с вами. Удачи, гуд лак, все фанаты с вами. 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 Субтитры подогнал «Симон» Все сами видели, уважаемые телезрители Просто так олимпийскими чемпионами не остановятся Это было красиво, это было элегантно Это было очень технично, и уж позвольте своими словами Это было так, лихо, засмотрелся Уникальные совершенно спортсмены Невероятная легкость при исполнении самых сложных трюков Чего стоит этот выброс? Представьте себе, сколько они уже не выступают в спорте Нет, другой такой пары просто нет Татьяна Татьмянина, Максим Маринин Оценки за технику 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0 Средний балл 6 баллов ровно Оценки за артистизм Все 6-0, средний балл 6-0 Общий балл 12 баллов Олег Ваши ученики в прошлом Сегодня блистательные фигуристы на льду Ваша оценка Сложно было не поставить 6-0, 6-0 Потому что и техника на высоте И артистизм, который за эти годы только вырос Поэтому Две шестерки Наверное, все-таки Это не только заслуженно Это И на вас двоих И на вас троих И три шестерки мы вам поставили бы Илья И за вашу работу И за ваши Сказать Старания здесь Но если серьезно Были сомнения Потому что шампанским с нами-то не поделились Вначале начали сомневаться Стоит ли Но потом все-таки мы все поняли Да, и спасибо большое за этот номер Спасибо, ребята Замечательно Спасибо, Олег, огромное Елена Анатольевна, ваше мнение Очень прибавил Максим Мы вот с Олегом Обмениваемся впечатлениями Необыкновенно Ты просто стал артистичен Стал актером И смотришь на тебя Раньше только смотрели на Таню Паре Честно тебе скажу А сейчас смотришь на тебя И ты интересен Ты ведешь И пара стала равноценной Ну, о вашей технике говорить нечего Я вообще хотела бы, чтобы вы показали Много чего вы умеете Мне все время мало Потому что я знаю, что вы удивительные мастера Так что давайте, удивляйте нас дальше Спасибо, Олег Анатольевна Я знаю, что мужская часть населения Смотрящего это шоу По всей видимости Все-таки смотрела на Татьяну Игорь Да, да Я вот тоже сначала Мне трудно было поверить Что Максим постоянно отворачивается От такой красивой девушки Да еще и в баре То есть очень сложно было поверить Зато и получил в конце Ну да, да, да То есть Я просто поражен Артистизмом И Исполнением Просто блестяще Ну вот что вам сказать Браво Еще 12 баллов принесли В командный засчет Ребята-то ценят Благодарят Болеют там за вас Конечно, ценят и болеют Мы все друг за друга Выходим, болеем Поэтому Когда в команде Тогда легче Скажи, пожалуйста Такое количество Комплиментов Тебе Лично Ты вот это чувствуешь В себе Вот это вот То, что ты окреп И стал настоящим Актером И Ну, скажем так Благодаря Ледниковому Периоду Появилась Возможность Не думать Об оценках И заниматься Творчеством Поэтому это все Помогает, конечно Раскрыться И Когда катаешься Уже со своей партнершей То Все эти навыки Просто Демонстрируешь С большим удовольствием Спасибо вам большое Поздравляю вас Первые официальные соревнования По фигурному катанию Состоялись В 1882 году В Дене И на них принимали участие Всего несколько спортсменов Прогресс Прогресс Налицо Сегодня Участие в соревнованиях Принимают спортсмены Из десятков стран Тысячи зрителей Приходят на стадионы И миллионы Наблюдают за ходом борьбы По телевизору Да, Настя Поэтому в фигурном катании Рождаются звезды Международного масштаба Такие, как Наша следующая участница На льду Чемпионка Европы Сара Майер Швейцария Сборная мира Привет, Сара Привет, Сара Как дела? Как у тебя сегодня дела? Отлично, спасибо Готова к соревнованиям? Да, я немного нервничаю Но очень здорово Хорошо Итак, в прошлой программе Ты всем показала, что ты Такой соло-танцор на льду Ну, конечно, были у тебя прыжки И другие технические элементы А что ты готовишь на эту программу? Это очень сильно отличается от того, что я показывал в первый раз В первый раз я танцевала Это была такая диско-песня А сейчас будет что-то более эмоциональное, медленное Я знаю, что ты участвуешь в командном соревновании Но еще и в индивидуальном с Ириной О чем ты сейчас больше думаешь? О своем индивидуальном соревновании с ней? Или о команде? Ну, во-первых, я не столько рассматриваю это как соревнование Я просто пытаюсь показать то, на что способна Я хочу просто покататься в свое удовольствие Не столько победить ее Поскольку она в великолепной форме Я ее восхищаюсь И, безусловно, я делаю это для своей команды Но я катаюсь еще и для зрителей, и для себя И я думаю, что зрители показали просто раз, что они очень тебя любят Поэтому удачи от меня и от всех зрителей Отличного проката КОНЕЦ 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 стала золотой медалисткой чемпионата Европы 2011 года. И мне объяснили, что частота скольжения и частота смены ребра конька при скольжении у Сары Майер получается так естественно. Ее техника скольжения – это нечто запредельное. И нормальный человек, чтобы научиться так кататься, должен провести на катке долгие годы. Сара Майер, оценка за технику – 5,9, 5,8, 5,8, 5,9, 5,8. Средний балл – 5,84 балла. Оценка за артистизм – 5,9, 6,0, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9. Средний балл – 5,92 балла. Общий балл – 11,76 балла. Виктор. На мой взгляд, Сара показала настоящее женское катание, лирическое. Она выбрала акценты, музыкально расставленные элементы правильно. Но мне кажется, немножко ей не хватило отдачи. Как по мне, не было выкладки на 100%. То есть она как-то, видимо… Струна не надорвалась. Не надорвалась. И плюс небольшая помарочка на втором двойном акселе. Но она профессионально это сгладила, уйдя тройками. То есть это уже говорит о каком-то уровне профессионализма. А в целом молодец, справилась хорошо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна, ну может быть Сара не стала рисковать очень сильно, но 6,0 проникла в сердце. Очень женское, очень приятное, очень красивое катание под красивую музыку, в красивом костюме, в нежнейшем, с поблескиванием. То, чего нам так порой не хватает. Да, это все с очень хорошим вкусом сделано. Я сочла возможным этой замечательной фигуристике из Европы поставить вторую оценку 6,0. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Сара, скажите, пожалуйста, волновались ли вы? Вот все-таки второй день соревнований. Все ли получилось? Помешало ли волнение? Я снова немного волновалась, но мне было лучше, чем во время первого выступления. Может быть, потому что я полностью выложилась в тот раз, и была у меня ошибка в последнем прыжке, я нервничала. Я думаю, что в следующий раз будет лучше. Я думаю, что любовь наших зрителей, которую они так ярко выражают вам, должна вам помочь, что называется, собраться и выступить на все 400% в командном соревновании. Вы хотя бы это чувствуете, вот такое отношение? Да, действительно чувствую. Очень эмоциональное было катание, мне очень понравилось, и зрители дают много энергии. Удачи, спасибо вам большое. Спасибо. Тулуп, Сальхов, Риттбергер, Флип, Луц и Аксель. В свое время, Петя, я выучила название всех этих прыжков как скороговорку. Для тебя, Настя, это скороговорка, а для спортсменов это ежедневный труд до седьмого пота. Сколько надежд на золотые медали были уничтожены из-за неправильных прыжков. Наша следующая участница – мастер прыжков. В свое время они приносили ей высшие оценки жюри на различных чемпионатах. Ее блистательные каскады из прыжков до сих пор стоят перед глазами. Встречайте, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира – Ирина Слуцкая, сборная России. Скажи, пожалуйста, в первой программе ты показала, что ты в идеальной спортивной форме получила максимальный балл. Это накладывает дополнительное волнение и ответственность на эту программу. Честно сказать, я про прошлую программу уже, конечно же, забыла, потому что я перешагнула через нее, сейчас иду дальше. Сейчас у меня тоже достаточно сложная программа, она новая, поэтому волнение добавляет именно новизна и именно исполнение, опять-таки, тройных прыжков. Я желаю тебе удачи, спасибо огромное, зрители ждут с нетерпением твоего выступления. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВИКТОР Ира, ты заслужила сегодня 6-0, 6-0 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Используя манекен за Петей, который стоит То есть, ты рассказала всю историю своей жизни, может быть или какую-то придуманную Но ты сделала это хорошо Илья, молодцы! Спасибо! Спасибо большое, Виктор! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А оценка 5-9 за артистизм Чего вам не хватило? Мне хватило Риттбергера Я удивлена Ирочкой и Флипом, и Риттбергером тройным Потому что я помню твои Олимпийские игры где тройной Риттбергер не получившийся лишил тебя золотой медали Поэтому браво, что ты здесь его исполнила Исполнила великолепно Чего мне не хватило? Мне показалось, что ты со второй оценкой не собиралась справляться всерьез Ты такой был легкий, прости меня, пофигизм Это было очень легко Это было очень интересно Но, знаешь, такой вот нервной атаки на нас и на зрителей я не увидела А ты это можешь Поэтому 5-9 АПЛОДИСМЕНТЫ Не расстроилась ты немножечко из-за не самого высокого балла? Все-таки ты так привыкла побеждать Мне даже очень приятно, что Лена Анатольевна сказала, что это был пофигизм Потому что этот номер он должен был такой вальяжный быть свободный И ни один сидящий зритель в том числе судьи не должны были видеть что я действительно очень сильно напрягаюсь на прыжках, на элементах Это должно было быть так И я очень рада что судьи это действительно заметили Значит у меня все получилось А я вообще хочу сказать я сегодня действительно все равно переживала потому что на трибунах сидит моя любимая мамочка она же всегда у меня самый главный мой судья и она сегодня здесь за меня болела переживала и я ей сказала что и элементы сложные и подходы будут сложные Последний раз двойна аксель с такого подхода с похожего я прыгала на олимпийских играх немножко более сложной и сегодня я тоже так решилась немножечко была помарка но все равно Ира это блистательно Спасибо тебе огромное Красавица Не общайся с паспасовыми мужчинами Спасибо тебе большое Пойду мужичка увезет Спасибо Спасибо маме Как известно фигурное катание относится к сложным координационным видам спорта Я не понимаю Петя что здесь координировать на льду максимум два человека договорились между собой и делов то А ты попробуй Настенька синхронизировать движение не потерять скорость и еще сыграть что-то на льду пока это делает наша следующая пара для этого нужны годы тренировок Встречайте многократные призеры чемпионатов Европы двукратные чемпионы мира по танцам на льду Алвена Денкова и Максим Стоицкий Болгария сборная мира Ребята так первый вопрос первый вопрос кто ваши соперники сегодня Мы сами я сама себе соперник сегодня Вот в этой программе что вы на что делаете ставку на артистический и как вы это будете делать я думаю на артистический ну артистический нет там техники хватает но просто такой какой-то мне кажется номер такой душевный получился и хочется просто тронуть им зрителей немножко чтобы они унеслись перенеслись из холодной вот этой вот сейчас такой мокрой Москвы вот такой в горы поля Болгарии на болгарское солнышко да на болгарское солнышко я знаю что эмоциональное катание это ваш конек и об этом знают наши зрители от них и от меня удача и сахар удача и сахар и сахар КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Болгария, в общем, теплая страна с мягким климатом, и танцевали ребята не просто под болгарскую народную песню, в болгарских национальных костюмах. Они удивительные фантазеры. Они столько напридумывали элементов, которые отвечают вот этому национальному колориту, что просто диву даешься. И один, и второй, и пятый, и десятый. Просто молодцы. А я тем временем хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что основной принцип командных соревнований заключается в том, что все баллы, набранные участниками из одной команды, суммируются. И та команда, которая набрала больше баллов, побеждает. Молодцы, молодцы. Молодцы, умницы. Вот помолв сейчас. Молодец. Ну что, умница. Вот так все-все плыло. Вот прям растворили. Альбина Денкова, Максим Ставицкий. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов. Потрясающая история любви. Я знаю, наверное, будет сложно подобрать сейчас слова. Елена Анатольевна, вам слово. Команда мира, я вам благодарна за то, что вы знакомите нас с фольклором ваших стран. Это великое дело. Спасибо вам большое. Это очень сложное музыкальное произведение. И вы так его рассказали, и вы так его отразили. И с такой бережностью отнеслись к каждому слову, каждой ноте впечатление, что мы даже понимали ваши слова. Спасибо огромное. Ну, чуть-чуть там был маленький сбой, но он не имеет значения при общем раскладе, потому что это было великое катание. И отдельное спасибо, что вы не парили жюри водой. За это тоже спасибо. Спасибо, Елена Анатольевна. Олег, ваше мнение. Я полностью поддерживаю Елена Анатольевна. Действительно шикарный номер. Как поставлен хорошо, так и исполнен замечательно. И та действительно та мелочь вот там в углу, где вы на беговых чуть-чуть сбились, она не то, что не повлияла, она бы забылась тут же моментально. Потому что номер настолько поглотил нас всех, что на мелочи уже не обращаешь внимания. Спасибо. Ребята, вам спасибо огромное, потому что номер специально придуман для вас. И, наверное, никто из здесь всех присутствующих фигуристов не смог бы его так проникновенно и с такой душой откатать. Наверное, потому что у вас душа одна. Вот что я скажу. Как ты, скажи, пожалуйста, отмолила своего суженого, ряженого. Ну да, я просто очень разволнована, потому что действительно это болгарская национальная такая фольклорная песня. И она очень глубока, и она очень трогательная. Спасибо Илюше большое, что согласился, и тебе понравилась она, и что ты сделал нам такой замечательный номер. Спасибо жюри за то, что поняли, за то, что оценили. Спасибо вам огромное. И я действительно очень рада, очень волнуюсь сейчас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. На самом деле я тоже страшно волнуюсь, что вы уже просто простынете. Поэтому спасибо. Отпускаю вас со словами благодарности. Это было похоже на чудо, правда. Я тут вычитываю, Петя, что древнейшие коньки были найдены под Одессой. И их возраст несколько тысяч лет. Я надеюсь, их сделали не на Малой Арнаутской улице. Шучу, конечно. Но кататься на льду люди стали действительно очень давно. А потому фигурное катание является старейшей дисциплиной в программе Олимпийских игр. В России фигурное катание особенно популярно. И мы гордимся каждым нашим чемпионам. Как, например, нашими следующими участниками, которые принесли нашей стране не одну золотую медаль. На льду чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин. Сборная России. Ребята, отвлекаю вас. На секундочку, 30 секунд до старта. Ваши мысли? Волнуетесь? Да! Ну, это уже как-то неактуально, да? Волнуешься? Нет. Лиговой чек-то поддержка. Понял. Соревноваться будете сами с собой или конкретно с результатами ребят других? Нет, но в первую очередь самими собой. Мне кажется, главное сделать то, что мы можем. В первой программе вы показали, что вы способны кататься без ритма, просто под капельную музыку. У вас это получилось, на мой взгляд, великолепно. В этой программе что уготовили для нас? Такая очень серьезная тема взаимоотношений человеческих и отношений мужчины и женщины, понимания и непонимания. И о том, что мы иногда не готовы услышать то, что говорит другой. Я уверен, что эта тема очень близкая, очень близкая ко всем слушателям и зрителям, которые сейчас будут вас смотреть и болеть за вас. Поэтому я вам желаю удачи и покажите, что вы приготовили для нас. Спасибо, удачи. Спасибо. 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 Взаимоотношения мужчины и женщины – да. Была ли это борьба между мужчиной и женщиной? Ну, борьба не физическая, конечно. Скорее да, чем не. И тем не менее, мне кажется, что эти ищущие, метущиеся натуры, они нашли друг друга, они друг другу соответствовали в танце по скорости, по синхронности, по технике исполнения и по выразительности. Точно соответствуют. Твоё желание, Домнина, меня добьёт. Ну, конечно, всё хорошо. Ну, куда ты понеслась раньше времени? Нельзя. Из-за этого полетела, из-за этого вот этот с ногами пролетела мимо времени, всё, понеслось. Здесь не было сброса, ну, как бы, чуть-чуть начала, из-за этого всё время всё вот так скрутилось. Оксана Домнина, Максим Шабалин. Оценка за технику – 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл – 5,98. Оценка за артистизм – 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл – 6 баллов ровно. Общий балл – 11,98 балла. Я не знаю, с чего начать, у меня просто спёрло дыхание от этого надорвавшегося нерва, который ребята передали. И сразу же, конечно же, оценка 5-9. Илья Анатольевна, вам слово. Да, абсолютный был нерв, было великолепно поставлено всё, изумительно придумано, я бы так сказала, прекрасно исполнено. Но у нас соревнования, и техники мне не хватило, опять же. Я не люблю, когда поворачиваются на всех четырёх ногах, и повороты под рукой на четырёх ногах в конце. Хотя эмоционально они очень били, и это было здорово. Но если говорить о технической стороне, то может быть выше. Спасибо, Илья Анатольевна. Игорь, ваше мнение, пожалуйста. Оксана, Максим, я последний раз вас видел вживую в Ванкувере, когда вы выступали. И сейчас я просто настолько приятно, мне просто радостно видеть, что вы, спортсмены, улучшаетесь. Я вас увидел совершенно в другом ключе. И мне очень нравится, что вы делаете. Мне очень понравилась композиция, хореография, музыкальность. Было замечательно. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Татья Анатольевна, ну вот исполнение всего на грани, я бы сказал, срыва, но вот это же тоже великолепное мастерство. Это требует огромного умения. Огромного мастерства. Они меня просто поражают. АПЛОДИСМЕНТЫ И я считаю, что вот этот номер – это самое настоящее искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ И это просто прорыв этой пары. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое, Татья Анатольевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Страшно подумать, что же будет, когда будут индивидуальные соревнования. Что готовим? Нам самим сложно подумать, что будет. Ещё не готово? Не допекли? Будет известно в день соревнований, допекли мы или нет. Когда мы сядем, мы увидим оценки. Поэтому сейчас что-то предсказывать невозможно. Вот, конечно же, мы стараемся всегда делать на максимум. И... И у вас-то получается? Будем надеяться, да, что получается и получится в будущем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, счастье же! Соревнования среди профессионалов. Команде принесли, ну, 11.98. Да, это счастье. Кататься здесь и с талантливыми людьми работать, это просто прекрасно. И мне кажется, что сегодня тоже мы прикоснулись к чему-то, что открывается не всегда. И сегодня было здорово кататься. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Илюша, правда, ребят, спасибо большое! Просто ошалело! АПЛОДИСМЕНТЫ Горное катание сначала завоевало Европу, а потом уже США и Канаду. И огромную роль в развитии этого вида спорта по всему миру сыграла советская школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько наших прекрасных спортсменов выступают за другие страны. Сколько тренируют иностранных фигуристов. За следующих участников мы всегда болели как за своих. Они и сейчас будут выступать по своим национальным флагам. Но разве это может помешать нашей игру? АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте! Призёры чемпионатов Европы и мира по танцам на льду Маргарита Дробяска и Повелос Ванагас. Литва. Сборная мира! АПЛОДИСМЕНТЫ Подскажите, пожалуйста, о чём вы сейчас думаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сейчас нам немножко проще эмоционально, потому что мы катаем старый номер, который уже... Ну, как, не старый, но мы его уже опробовали. Да, можно сказать, старый он сказал. Ну, не старый, конечно, он не старый, но его опробованный. Предыдущий номер был вообще свежий. Вот, поэтому, может быть, немножко меньше волнуемся, но не знаю, хорошо ли это. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а я немножко, может быть, волнуюсь, потому что сейчас нас выведет на представление этой программы и этого номера как раз тренер, которая с нами работала с самого начала, с основания нашей пары, Елены Масленниковой. И поэтому мы с ней вот так вот много работаем в ледниковом периоде, но именно на соревнованиях последний раз она нас выводила в 2006 году. Поэтому прерывчик такой значительный. И, конечно, хочется ей подарить... Хороший подарок. Да. Вот это и будем стараться делать. Я думаю, ребята, ваше искусство будет всегда хорошим подарком. И Елена Масленникова, конечно, будет хорошим талисманом для вас. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я очень-очень рад, что так тепло принимают эту пару. Вы знаете, про танцоров обычно говорят Техничные, музыкальные, элегантные, очень хорошо передавшие образ в музыке. Все это в полной мере относится к Рите и по Велосу. Но я сейчас немного о другом хочу сказать. Представьте себе, перед вами рекордсмены. Эти ребята выступали на пяти олимпиадах подряд. С 1992 по 2006 год. Пять олимпиад, 14 лет жизни. В большом спорте 16. Это навсегда. Маргарита Дробяска, Повелос Ванагас. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Олег, пожалуйста, пару слов. Ваш комментарий. Я буду краток. Мастерство высшей пробы и вечная музыка Бетховена это коктейль, которому просто нет равных. Спасибо большое. Спасибо. Игорь, пожалуйста, ваше впечатление. Мне очень хочется вам сказать, Маргарита и Повелос, вы занимаете просто особое место у меня всегда в сердце, ваше катание. И я думаю, не только у меня, а у всех любителей танцев на льду. Это, конечно, ваша программа, которую вы продемонстрировали сегодня. И вы катали ее настолько нежно и с любовью. И мне кажется, ваше катание откликается в сердцах именно потому, что вы это любите делать. И это видно. И спасибо вам за то, что вы нам дарите. Спасибо. Ребята, честное слово, было ощущение, что вы не катались, а просто разговаривали с нами. И, насколько я поняла, это ваши слова благодарности тому человеку, кто сейчас сидит на этом белом диване. Могу только вам передать микрофон, чтобы вы все сказали и ничего не упустили из виду. Несмотря на то, что этот номер действительно тек, как вода, было очень волнительно именно потому, потому, что, правда, мы этот номер посметили Елене Станиславовне, моему тренеру с 12 лет. Так что, Елена Станиславовна, спасибо вам огромное за все, что вы для меня сделали, для нас сделали. И продолжаете делать до сих пор. И вообще мы очень счастливы с полосом, потому что, кроме Елены Станиславовны на этом белом диване, у нас еще в жюри сегодня как минимум три человека, которые выводили нас на лед на международных соревнованиях, самых крупных, с которыми мы выигрывали медали тоже. Игорь, сегодня такой сюрприз, что ты здесь с нами. Спасибо тебе за всю ту тонкость шагов, которую мы переняли от тебя в наших дорожках. Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое. Вы выводили нас на нашу первую Олимпиаду, когда мы были вообще без тренера, и вы такой стеной за нами стояли, Елена Анатольевна. Наши с вами медали останутся с нами навсегда и навсегда останется с нами то, что вы нам дали. Вот это все, вот эту вот мощь и силу, с которой мы пытаемся кататься. Я надеюсь, это не прощальная речь. Нет, в коем случае. Мы вас ждем еще много-много лет. Добавить особо нечего, потому что Маргарита сказала все за нас двоих, потому что она сказала то, что мы оба чувствуем в душе. Так что спасибо, спасибо большое всем, кто помогал нам встать на коньки, кататься вместе, научили нас кататься так, как мы умеем. Всем нам глубокий поклон. Спортивные танцы на льду – одно из самых зрелищных направлений в фигурном катании. Помимо плавности движений, в них очень важно, как выглядит пара, насколько верны подобраны костюмы и прически. Тут, Настя, ты совершенно права. А еще в танцах очень важную роль играет музыкальное сопровождение, ведь это основа образа. Наши следующие участники никогда не промахивались ни с музыкой, ни с костюмами. А образы, созданные ими, навсегда оставили отпечаток в памяти поклонников танцев на льду. Встречайте, трехкратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в танцах на льду – Татьяна Навка и Роман Костомаров. Сборная России! Ребят, я не хочу вас отвлекать, пара слов, 30 секунд осталось. Прошлая программа, идеальное выступление, идеальный балл – это добавляет, так сказать, ответственности. На самом деле, конечно, мы думали, ну, слава богу, первый день прошел, на следующую передачу будет намного легче, но опять идем по этой дорожке, и опять все вот так волнуется. Конечно, но это хорошо, когда волнуешься, это значит, что адреналин нам поможет. Сейчас заиграет музыка, и я думаю, организм сам себе включится, и наши эмоции, и будем надеяться, что все сложится благополучно. Ребят, вам удачи, я знаю, у вас колоссальное количество фанатов, они вам дадут силы. Спасибо. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это совсем другое дело. Для этого номера пошли надо. Татьяна Навка, Роман Костомаров. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,96 балла. Оценка за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6,0 балла. И общий балл 11,96 балла. Елена Анатольевна, может быть, вы объясните, чего не донесли ребята. 5-9 за технику. Я вот что вам хочу сказать. Когда берется такой номер, когда берется такая сложнейшая музыка, когда задана очень высокая планка постановки, этот номер требует такой филигранности в исполнении, требует такой отточенности, такой отработанности, потому что невозможно, когда один садится, другой встает. Вы понимаете, вы разрываете эту кантилену. И хотелось бы с вами это все петь, эту великую песню, а вы мне мешали. И это именно вопрос техники, потому что по технике не было доработки, возможно, не было времени достаточно, не знаю. Но вот такой замечательной вашей техники отточенности сегодня не было видно. Поэтому у меня 5-9. Спасибо большое, Леонид Анатольевна. Татьяна Анатольевна. Мне вообще Пелагея плюс Таня, плюс Рома, плюс Саша. Равно 12 баллов, в вашем понимании. Да, равно 12 баллов. Все в музыку. Мне не показалось, что кто-то приседал или вставал. Я внимательно очень смотрела и не отрываясь, и ничего не писала, не могла писать, потому что меня это захватило. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, вот как так могло произойти? Может быть, чувства просто захлестнули, потому что сердце просто без наркоза вынимают, и так вот оно на руке и бьется. А, Танюш? Оно на самом деле до сих пор бьется от мурашек, которые я испытываю во время этого номера. Ну, как-то с огромной любовью слышится эта песня потрясающая, и шаги поставлены на эту музыку. Ну, мне кажется, что мы все, что чувствовали, мы показали сегодня танцем и своими эмоциями. А те недочеты, про которые были сказаны, сказано, Рома, отчего они вдруг возникли? Ну, не знаю, мне по ощущениям, как бы, ну, естественно, каталось с душой эмоционально, в эмоциональном плане все было в порядке. Мне немножко, ну, наверное, для этого номера, для этой песни не хватает, наверное, метров пять еще поляны. Может быть, поэтому показалось как-то технически, может быть, как-то что-то там грязноватое или еще что-то, я не знаю. Но, во всяком случае, не хватает немного широты, широты льда, той широты, которая является в этой песне. Спасибо вам огромное. Спасибо. Представляешь, Петя, оказывается, фигурное катание на коньках впервые появилось в программе летних Олимпийских игр. Как такое может быть? Ну, просто в начале 20-го века еще не было зимних Олимпийских игр. А фигурное катание уже было, и были блистательные фигуристы. На наш лед тоже выйдет блистательный фигурист, которому не хватило лишь удачи, чтобы стать золотым призером Олимпиады в Турине. Надеюсь, сегодня ему повезет больше. Встречайте, двукратный чемпион мира, Стефан Ламбель, Швейцария, сборная мира. Стефан, во время первой программы ты всех поразил своим уровнем артистизма. А что ты готовишь сейчас? Ну, в этот раз я тореадор. Я тореро из Кармен. И я покажу зрителям, что такое корида. Будет много храбрости на льду. Да. Я покажу схватку с быком. И это тоже соревнование, и я здесь борюсь за сборную мира. Ну, безусловно. Ты на льду король. А ты здесь, чтобы победить? Да, конечно. Ну, еще и для того, чтобы показать, как я катаюсь, но и победить, если будет возможность. Я постараюсь сделать все возможное. Удачи тебе. Все зрители будут тебя поддерживать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слушаем. Что мне не хватило? 6-0, согласна. И вторую бы хотела поставить 6-0. Не потому что Леша, а потому что вот здесь мне показалось, это мое мнение, что когда меняется музыка, когда вступает первая тема Тореадора, она попадает на вращение у тебя. А когда идет смена музыки, то меняется движение, хотя бы направление движения. И мне казалось, что внутренняя сила у человека, который связан конкретно с кровью, должна увеличиваться. Поэтому 5-9. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Виктор, тебе слово. На мой взгляд, мне хватило всего. Мне не хватило только одного. Очень короткий номер. Хотелось продолжать смотреть твое выступление. Я сам катался под эту музыку на Олимпийских играх в 92-м году в короткой программе. И выиграл короткую программу под эту музыку. Но ты исполнил Тореадора лучше. Я признаюсь. Браво. Вау. Спасибо. Это от Виктора Петренко. Это большой комплимент. Спасибо большое, Виктор. Елена Анатольевна, вам слово. Я хочу сказать, что мы сейчас соприкоснулись с тем великим фигурным катанием, ради которого во всем мире вставали все стадионы. Вообще всегда мужское одиночное катание – это квинтэссенция фигурного катания. Извините, пара и танцы. Витя, это к тебе. Потому что все самое сложное, вся сложнейшая техническая составляющая – все шло от мужского одиночного катания. Но когда на этой технике такой великий артист воплощает идею, вы понимаете, действительно становится просто понятно, что ты соприкоснулся с чем-то космическим. Вот сегодня это соприкосновение произошло для меня. Спасибо тебе большое за это великое катание. Стефана, глянись! Весь зал стоит и стоит тебе, рука плещет! Это совершенно невероятно. Я хочу поблагодарить каждого. Для меня это прекрасный опыт. Мое сердце просто тает. Я вижу все эти швейцарские флаги. Я катаюсь для вас. Я хотела показать вам, потому что во мне течет и португальская кровь. Потому что моя мама из Португалии. И я хотела показать вам, кто такой Тореро. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное! Спасибо! Настоящий праздник души! Первый чемпионат мира по фигурному катанию состоялся в 1896 году в Санкт-Петербурге. И соревновались на нем только мужчины-одиночники. А не с тех ли пор город на Неве дарит нам талантливейших фигуристов? Похоже, что ее строгая и сдержанная атмосфера как нельзя лучше подходит для воспитания чемпионов. Кстати, наш следующий участник, покоривший своим катанием весь мир, начал свою спортивную карьеру именно в Санкт-Петербурге. Встречайте! Трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин! Сборная России! Скажи, пожалуйста, вот замыкать соревнования – это большая честь, но и в то же время большая ответственность. Тебе добавляет вот это волнение? Ну, хочу отметить 2002 год, когда действительно волнение зашкаливало, когда пришлось закрывать Олимпийские игры в мужском одиночном катании. Вот там, конечно, было волнение. Сейчас оно тоже присутствует, потому что все номера новые, и хочется, как и в первой программе, показать то, на что мы способны в данный момент свои 33 года. Ну, то, что ты великолепный боец, мы все знаем, поэтому тебя любят, тебя ценят, за тебя болеют. Удачи! Спасибо большое! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Поверьте мне, уважаемые телезрители, такого вам нигде больше не покажут. Только на Первом канале Перформанс Алексея Ягудина. Обычно Перформанс это действие коллективное. Ему не надо. Он один за всех. Он гениальнее. Понимаете, может быть, да, он ошибся в прыжке вот в этом при приземлении. Может быть. Но придумать такое можно было только вместе с Ягудиным и для Ягудина. Сейчас он будет обниматься с Эвербухом. Снимай перчатки, Леша. Это было великолепно. Это было единственное в своем роде во всем мире. Молодец. Чего, красавец. Красавец, чуть-чуть, только зубцы. Алексей Ягудин. Оценки за технику. 5,9, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9. Средний балл 5,9 балла. Оценки за артистизм. 6,0, 5,9, 6,0, 6,0, 6,0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,88 балла. Я ничего не понимаю в этом бизнесе фигурного катания. Хочу, чтобы мне разъяснили. Пожалуйста, Татьяна Анатольевна. Понимаешь, Петя, я бы Ягудин только 6,0 ставила. Но, как говорится, знаешь, надо ребенка родить совестью. И чтобы он дальше делал все, что хочешь, да. Поэтому в этом споре Стефана и Алеши сегодня победил Стефан. Спасибо. Игорь. Я поставил 5,9 за технику. Я согласен с Татьяной Анатольевной. Здесь Стефан лучше вращался, лучше прыгал. Это техника. Мы должны оценивать это. Так что, извини. Спасибо большое, Игорь. Виктор. Рож, ты потрясающе сегодня катался. Потрясающий номер. Эмоционально. Вопрос. Как ты вытащил второй тройной тулуп? Такие не вытаскиваются. Это просто уникально, то, что ты сделал. Спасибо за номер. Спасибо, Виктор. Ну, фантастика. Фантастика. Как ты катался, я тебе хочу сказать. Я не знала, что ты такой хулиган. Вставили меня сегодня эмоции, которые исходили и от меня же, потому что это самый первый прокат этой программы. Поэтому эмоции захлёстывали. Может быть, это в какой-то степени помогло вытащить второй прыжок, который действительно практически невозможно было вытащить. Но, друзья, абсолютно правильно сказали, что здесь соревнования. Как можно сравнивать более молодого с более взрослым, наполовину инвалидом во вращениях, в прыжках? Друзья, это гениальнейший человек Стефан Лабьель, который принимает участие сегодня в нашем проекте. К сожалению, он, ну, может быть, рано закончил свою спортивную карьеру, но он гениален. И здесь даже сравнивать нас невозможно. Мы другие, мы из разных поколений. Он сегодня чемпион, и даже и не надо было этих шестёрок. Мне и так хорошо, потому что у меня есть возможность вместе с ним выступать. Все сказал, все. Ну, достойное завершение всего сегодняшнего дня. Спасибо тебе огромное. Позади два дня наших командных соревнований. Мы увидели короткие и произвольные программы. И теперь пришло время наградить лучшую команду. На подносах золотые и серебряные медали. Настя, мне кажется, сейчас сбылась твоя мечта. Ты стала распорядительницей золотого запаса ледникового периода. Ах, Петя, если бы этим золотом распорядилась наша многоуважаемая жюри. И сейчас мы узнаем, каким образом. Внимание на экран. Мы поздравляем победителей сборной России. И передаем слово Татьяне Анатольевне Тарасовой и Елене Анатольевне Чайковской. Сборная России. Поздравляю вас с замечательной победой. Потому что сборная мира была представлена великими силами. И катались они замечательно. И победить их это очень большое счастье. Поэтому, а мы, представители России в жюри, рады как никто. Я поздравляю вас и желаю вам в следующем этапе, когда вы будете отстаивать свои индивидуальные медали, показать такое же мастерство. Спасибо за великое удовольствие. Я это слово повторяю все время, потому что это действительно так. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна. Я поздравляю вас, россияне, с победой. Но победа ваша прямо на грани. Спасибо вам за большое счастье видеть вас и наслаждаться вашим творчеством. Итак, раздаем медали. И я присоединяюсь к поздравлениям. Сборная России одержала классную победу в великолепном составе. Спасибо Первому каналу за то, что мы этих, прекрасных спортсменов увидели на льду и на экране, что они были собраны все вместе. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. На следующем этапе эти же спортсмены будут выступать индивидуально, то есть сражаться между собой. И на этом я, комментатор Первого канала Владимир Гонильский, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Сегодня мы стали свидетелями невероятного командного духа. Какая была борьба, какие были выступления, как боролись наши участники за победу. Наши поздравления команде победителей. Но в то же время мы должны предупредить, что наши соревнования не закончились. Следующая программа готовит нам новые сюрпризы. Наши участники будут соревноваться в индивидуальном зачете. Посмотрим, как им удастся проявить себя и на чьей стороне окажется удача. До встречи на самом ярком, непредсказуемом и увлекательном шоу Лесниковый период Кубок профессионалов! Пока! До свидания, друзья!